Приветствую вас! Многие звезды российского шоу-бизнеса продолжают работать даже в пенсионном возрасте, даже будучи на пенсии. Главным образом, потому что творчество не знает возрастных ограничений. Но все-таки для некоторых артистов работа является основным источником дохода, ведь государственной выплаты по старости бывает явно недостаточно для поддержания высокого уровня жизни. Недавно стало известно, какую именно пенсию получают знаменитости, любимые народом. К примеру, 79-летней актрисе Светлане Светличной не приходится вовсе себе отказывать. Она получает неплохие гонорары за творческие встречи со зрителями. Да и государство выплачивает актрисе приличное пособие. Пенсия у меня очень хорошая и выходит почти 50 тысяч рублей. Так говорит Светлана Афанасьевна. Пенсия же Аллы Пугачевой со всеми надбавками составляет 47 тысяч рублей, причем часть этих денег она отдает на благотворительность. Но бедствовать ей не приходится, ведь у нее есть молодой супруг, который продолжает работать и обеспечивать семью. Чуть меньше Аллы Борисовны получает от государства Алена Сверидова около 41 тысячи рублей. 82-летний Николай Дроздов не может себе позволить уйти на заслуженный отдых. Он выступает с лекциями, снимается в рекламе, организует зарубежные поездки для состоятельных туристов. А все потому, что его пенсия составляет 30 тысяч рублей, и ему ее катастрофически не хватает. Дроздов вынужден помогать дочери, которая растит двоих детей без мужа. А вот Лолита Милявская, она рада выплате размером в 21 тысячу рублей. Значительную часть творческой жизни она провела на Украине, поэтому на большое пособие и не рассчитывала. Роза Сябитова, всероссийская сваха. Она недавно построила себе роскошный особняк, хотя пенсии у нее всего лишь 14 тысяч рублей. Может, кто-то и может прожить на эти деньги, но я привыкла жить дорого, люблю комфорт, говорит Роза. Ради этого я и тружусь с 18 лет. Для меня работа – это смысл жизни. Конечно, я буду работать до тех пор, пока ноги таскают, или пока из ума не выживу. Так рассуждает Роза. Меньше известной свахи получает бывший премьер Большого театра Николай Цискоридзе. Балетная пенсия у звезды 12 тысяч рублей. 45-летний ректор Академии русского балета имени Вагановой этими деньгами не пользуется. Он оставляет их на банковском счете. Ну а когда артисту исполнится 65 лет, к выплатам добавится пенсия по старости, а также надбавка за звание народного артиста. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова